Дим Димыч, смотри, какую мы себе машину собрали! Класс! А сколько в ней лошадей? Ну и где тут, по-вашему, лошади? Готов! Готов! А мой джип измерить сможете? Давай-давай! Еще чуть-чуть! А с настоящей машиной справитесь? Нам нужна человека сила! Рыбки! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Орегами Мася, папа! Можно я пойду поиграю? А уроки выучил? Ага, ну, я пошел А поделку смастерил, деду задавал Ой, забыл Зачем вообще фиксикам поделки? Для ловкости рук И бора будешь чинить в два раза быстрее Очень надо Руки для фиксиков самое главное И вообще, задали, значит задали Ну я же не успею Поможем? Ну нет, мы с тобой свое отучились Пусть сам О, подойдет Попробуйте сложить из бумаги корабль, солнце или цветок Не так-то просто А те, кто занимается оригами Искусством складывания фигурок из бумаги Справятся за несколько минут Вгибаем бумажный листок один раз Затем еще, еще Готово! И все это без ножниц и клея Кстати, самое большое оригами сделали в Дубае 45 тысяч белых и голубых цветов Соединили в красивый узор И когда же ты успел его собрать? Ну, только что Это ж недолго Ладно, ладно Я сейчас Только сделай поменьше Опять ничего не получается Может, все-таки... Не волнуйся Он справится И так тоже Ну и, пожалуйста Ну и не нужно Ладно, помогу Что, Нолик, никак? А ты учись Не зря, говорят Труд сделал из фиксика винтик То есть, наоборот Сгибаем пополам И еще раз Переворачиваем Эм... Вот так, что ли? Не том Может, эту сторону сюда? Назадают всякого Родителям мучайся Дай-ка мне новый лист Сначала Поздно уже Иди-ка подзарядись А как же поделка? Я закончу Бумагу изобрели в древнем Китае И там же стали складывать из нее фигуры Когда буддийские монахи привезли бумагу в Японию Местные умельцы превратили простые поделки в настоящее искусство Его назвали оригами Что значит сложенный из бумаги Воины самураи обменивались бумажными лентами на удачу А молодожены делали на свадьбы бабочек Со временем фигурки стали такими сложными Что один мастер разработал азбуку оригами Знаки, понятные даже детям С тех пор поделки складывают во всем мире Японцы верят, что если сделать тысячу бумажных журавликов И исполнится любое желание Тыдыщ! Ура! Получилось! Спасибо, папус! В следующий раз все будешь делать сам Обещаю! О, Нолик! Ну, что дедус поставил? Тройку Как? Я что, зря всю ночь сидел? Дедус сказал Надо еще потренировать эту ловкость рук Кому? Мне! И тебе! Немножко! Трансформатор Игрик, смотри! Древний утюг! Давай проверим, работает? Предлагаю, не... Торопиться Что случилось? Мы утюг испытывали А великие испытатели не знают Что старую технику включают через трансформатор Через что? Этот утюг сделали во времена Когда в розетках был не такой мощный ток Прибору нужно более низкое напряжение А трансформатор умеете его менять Ух ты! Я про это читал! Для старых приборов напряжение в современных розетках слишком высокое Им нужен трансформатор В нем две катушки из бедной проволоки Между ними магнитопровод Трансформатор включают в розетку И в первой катушке, где витков больше Создается магнитное поле Оно перетекает на катушку, где витков меньше И тогда в ней возникает напряжение пониже То, что и нужно прибору Теперь чините утюг Мы мигом! Стоп, стоп, стоп! Ты уже один раз поспешил Тебе тоже нужен трансформатор Меня подключить к этой штуке? Эй, да нет! Трансформатором станет Y Будет гасить твою энергию И направлять ее куда надо Ну, погнали Подождим Сделаем три глубоких вдоха Зачем? Помогает сосредоточиться Что тут думать? Стой! Винты надо открутить Как скажешь, великий трансформатор Не надо разбирать весь утюг Ммм, провод расплавился Не оторвать, открутить Это же долго! Быстрее не значит лучше И вообще не спорь с трансформатором Включаем Почему он гудит? И запах странный Ммм, посмотрим Ай, горячий! Так, трансформатор Y, скорее! Понятно Офигеть очень Так, тут посмотрим Трансформатор слишком слабый Для этого утюга Выключай! А я что делаю? Тяни сильнее! Не могу! Сейчас сгорит! Фух! Пожар бывает не только в пичек Частая причина пожаров Неисправность электрической проводки Или техники Если включить много приборов В одну розетку Или удлинитель По проводам пойдет слишком большой ток Они нагреются И могут загореться Сломанный провод Плохой контакт Или порванная изоляция И может случиться беда Если вы увидели искры Почуяли странный запах И даже увидели дым Пора действовать Немедленно зовите взрослых Пусть они все срочно выключат А потом позвонят мастерам Которые смогут найти И устранить поломку Мы фиксики Мы фиксики Тоже постараемся помочь Два сни на минуту нельзя оставить Фаер Что ты опять натворил? Наоборот Он все спас От этих ваших трансформаторов Одни проблемы Хм Дайте-ка посмотрю Да он же Неподходящей мощности Хорошо, что фаер Действовал быстро Я бы даже сказал Молниеносно Фиксик Не утюг И без трансформатора Обойдется Картина Дедуса еще нет? Задерживается Дети У нас тут небольшая авария Ух Уже большая Ждите меня возле картины Только берегите ее Поняли? Поняли Вот и славно А как беречь-то? И отчего? Что может случиться? Так Уход за картинами Симка А художники Картины тоже гуашью рисуют? Как Дим Димыч Не рисуют А пишут И не гуашью А маслом Маслом? Сливочным что ли? Бе Чтобы сделать краски Нужны пигменты Вещества, которые дают цвет Их добывают из цветных камней Минералов Засушенных растений Или создают в лабораториях Если к сухому порошку пигменту Добавить воды Получится акварель Аква по латыни Вода А если пигмент смешивают с маслом Смолой и воском Такая краска Называется масляной Ее чаще всего и написаны Старинные картины Шуршавое какое масло Нолик, стой! Картины трогать нельзя Еще пишут, что им вреден яркий свет Поэтому в музеях не фотографируются вспышкой От этого выцветает краска Ой, сейчас совсем выцветит Надо отвезти картину туда, где темно Легко, сейчас сделаем И взяли Ну, так уж легко Зато с картиной ничего не случится И дедус скажет, что мы молодцы Раз, два, три, четыре, пять Фух, притащили Темнота для картин тоже вредна В неосвещенном помещении в краске заводятся микроорганизмы Тащим обратно? Да, быстрее! Ну что, микроорганизмов нет? Нет, наверное А мой микроорганизм чуть не задавили Зато дедус нас точно похвалит Свои первые картины Доисторические художники рисовали на сводах пещер Позже стали расписывать стены каменных храмов и домов Их покрывали штукатуркой И рисовали, пока та была еще сырой Краска высыхала вместе со штукатуркой И получалась очень прочной Эти росписи, фрески кое-где сохранились и до наших дней Намного легче было тем, кто создавал картину на холсте Куске ткани, натянутом на раму Удобно и спешить не надо А современные художники могут разрисовать что угодно Одежду, посуду, машины, самолеты Даже лицо и тело человека Такое искусство называется боди-ау В помещении не должно быть слишком холодно Но и не слишком жарко Картины нужно проветривать Но сквозняки опасны И особенно вредит картинам частая смена обстановки И когда их переносит с места на место Похоже, надо было сперва дочитать до конца Вот и я Картину не трогали? Нет Мы только, мы только немножко подули, погрели Как же? Немножко Везде не катаемся У нас все хорошо Молодцы А давайте-ка передвинем ее вон к той стене Там освещение лучше Я же говорила, мы молодцы Что? Бинт Все работает Совсем чинить нечего Полетели в музей, жучка? Ай! О! Наконец-то что-то случилось Проезд, я тут Что чинить? Мой палец Мой палец еще не проходили А, перепинтовать? Я помогу Да у вас талант, коллега Замотали, как настоящий доктор Правда? Да Вы не только технику Но еще и людей можете ремонтировать Лизонька, мне нужна новая колба Значит, я и людей могу чинить А фиксиков? Жучка, пойдем проверим Пинт должен быть в каждой аптечке Обычный из тонкой сетчатой ткани Остановит кровь и защитит рану от микробов Пластичный, а может при растяжениях и ушибах Он тянется, как резина и плотно обматывает руку или ногу Для того, чтобы больное место не опухло Фиксовые бинты замачивают в воде и накладывают на перелом Повязка застынет, станет твердой и кость растется правильно Игрик, а у тебя что-нибудь болит? Нет С чего ты взял? Может, нога? Нет Голова? Да нет же Эх, жалко Ой Ай, эх, моя нога Я же говорил, нога Ну, двигайся А бинт поможет? Да верься мне Я чудакова, знаешь, как вылечил Спроси у него Вот так, сиди, отдыхай Привет! О, Фаер, а у тебя что-нибудь болит? А? Что-нибудь болит? А? А-а-а-а! Ай! Еще, пациент, я тебя вылечу Но я и так здоров Врачу виднее И кто здесь врач? Я Самого чудакова спас Игрик, скажи Пациенты Соблюдайте режим Кого бы еще починить? А, а что тут происходит? О, Синка, смотри Я всех перепинтовал Ага Только мы об этом не просили Хм Лечишь их? А они недовольны Кстати, у тебя ничего не болит? Врачи нужны во все времена Самый известный из них, Гиппократ Жил в Древней Греции Благодаря ему стало понятно, что медицина – настоящая наука До сих пор медики во всем мире приносят клятву Гиппократа Обещают, что будут честно лечить людей Всегда приходить на помощь и никому не вредить Чтобы стать врачом, нужно много учиться дольше, чем в любой другой профессии Докторам нельзя ошибаться В их руках здоровье и жизнь пациентов И если вы вдруг заболели Не пытайтесь лечить себя сами, читая советы в интернете Обращайтесь к врачу, он знает, как вам помочь Эй! Не трогай! Я здесь доктор! А ты разве не знаешь, что доктора ходят на салатах? Вот мы тебе его и сделаем! Фаер, ты уже здоров? Конечно! Забирай мой бинт! И я здоров! А у меня ничего и не болело Какой красивый доктор! Прелесть! Спасибо! Ой, а где мой бинт? Чем же я теперь лечить буду? Ха-ха-ха, Нолик! Врачи используют не только бинт! Точно! Я видел у Чудакова огромную банку йода! Ой, ой! Марсоход Симка, Нолик, как думаете, этот марсоход летал в космос? Ага, а потом устроился в музей экспонатом А камера ему зачем? Хе, марсиан фотографировать! Их же не бывает! О, а может снимем фильм про инопланетян? И сами их сыграем? Ага! Вы что, про тайну фиксиков забыли? А мы замаскируемся! Марс Марс — четвертая планета от Солнца и сосед нашей Земли Чтобы изучить его, люди отправляют туда аппараты марсохода Они путешествуют по поверхности Марса и составляют его карту Датчики и камеры марсохода передают на Землю информацию о красной планете Ковс черпает грунт, приборы проводят анализы И встроенный компьютер отсылает данные ученым Так удалось выяснить, что когда-то на Марсе была вода! Вот бы найти и следы жизни! Ведь роботам-марсоходам очень одиноко! Один из них по имени Кьюриосити Каждый год в свой день рождения сам себя поздравляет праздничной песенкой Ниже давай! Ай ты, железное чудище! Что тебе нужно на красной планете? Это наш дом! Прячемся! Хм, а это что такое? Интересненько Ай ты, железное чудище! Марсиане? Доигрались, все о нас узнают Но мы же в масках А если Славик отправит это видео ученым И те догадаются, что мы фиксики Что тогда? Да не будет он этого делать Вот это да! Надо срочно всем показать! Или будет! Супер Славик расскажет миру об инопланетянах! Что же делать? Придумала! Придумала! Тайны! Я? А, ну конечно! Не рассказывай о нас никому! Почему? Мы еще не готовы открыться людям! Они будут на нас охотиться! Не заставят себе служить! Только ты можешь сохранить наш большой секрет! И что я должен сделать? Удалить все и... Но я хотел прославиться. Ладно, я сохраню вашу тайну. Слово Супер Славика. Спасибо. Ты настоящий друг. Прощай. Я единственный в мире мальчик, который дружит с марсианами. Круто! Вдруг получу ответ! В небо фонариком я помигаю, Вдруг получу ответ! Будет отличная сделка! Я одолжу ему свой самокат! Он отдал чуть мне тарелку! В космос летаю туда и назад! Может, о встрече напрасно мечтаю, Но почему бы нет? В небо фонариком я помигаю И получу ответ! В небо фонариком я помигаю И получу ответ! В небо фонариком я помигаю, И получу ответ! В небо фонариком я помигаю, В небо фонариком я помигаю, Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...